В общем, мы решили пройтись по Киеву и спросить у людей, что им даст ассоциация с Евросоюзом. Та самая ассоциация, из-за которой сыр-бор, из-за которой сейчас столько переживаний, потому что Нидерланды устроили референдум по данному вопросу. И мы спросили мнение киевлян. И что сказать теперь? И вот я думаю, я могу посоветовать только одно. Всем тем людям, которых мы сняли, и другим, потому что здесь никого не выбирали, спрашивали подряд. И это с одной стороны страшно, с другой стороны я хочу им сказать. Господа, в Европе не все мыслят одинаково. Нельзя мыслить, как вроде бы тебя из инкубатора выпустили. Нельзя повторять заученные фразы, которые ты услышал по телевизору. Нельзя говорить языком Порошенко, языком Яценюка. Мы возвращаемся назад, обмен ценностями. И решил я в конце вообще ничего не говорить, просто смотрите. Мы в Нидерландах, мы хотим показать голландцам, зачем Украине, украинцам ассоциация с Евросоюзом. Как вы считаете, зачем? Украине ассоциация. Ну там будет референдум по этому поводу, поэтому хотим узнать мнение украинцев. Зачем это? Именно голландцам? Ну, украинцам зачем ассоциация с Евросоюзом? Ну, мы же тоже хотим жить хорошо. Что-что? Мы же хотим жить тоже хорошо по европейски. А что это изменит? Вот ассоциация. Ну, все изменит. Улучшится жизнь у нас. Смотри, накануне референдума в Нидерландах, мы хотели бы показать голландцам, зачем украинцам нужна ассоциация с Евросоюзом. Как вы считаете, зачем? Ну, как это очевидно. Жизнь в Западной Европе и в Европейском Союзе совсем иная, чем здесь. Поэтому, естественно, Украина, украинцы хотят, чтобы у нас был бы такой же перспективы в жизни на уровне. Вы считаете, ассоциация поможет? Ну, с чего-то надо начинать. Я не думаю, что так это сразу произойдет. С чего-то начинать надо. Зачем нужна украинцам ассоциация с Евросоюзом? Как вы считаете, зачем? Ой, это сложный вопрос. Я даже не знаю, нужна ли она нам. Почему? Ну, наверное, мы же не готовы до этого Евросоюза и всего остального. Зачем украинцам нужна ассоциация с Евросоюзом? Как вы считаете? Ну, чтобы лучше в стране было, потому что сейчас такой какой-то переворот, вот эти все, которые происходили, наши вышестоящие чины пропустили, получается, в данный момент у нас непонятная ситуация в стране. А чем вообще повлияет ассоциация с Евросоюзом? Во-первых, у нас доллар очень сильно прыгнул. По причине этого у нас прыгнули и все цены. А зарплата ничего не поднялась. И у нас зарплата, которая в данный момент оставалась старая, практически ничего нельзя купить. А если можно, то очередь в копейку влазит. Спасибо. Ну, люди хотят ездить, украинцы хотят беспрепятственно ездить в Европу, хотят такой же уровень жизни, достаток, хотят прозрачное правительство, хотят иметь свободу слова и возможность высказываться и контролировать то, как государство управляется. То есть мы хотим, чтобы уважали наше честь и достоинство. Я думаю, что именно этими целями привлекается украинское общество. Спасибо. Ну, безвизовый режим, чтобы можно было в любую страну поехать, отдыхать. Ну, это не делать безвизовый режим, это просто соглашение ассоциации. Ну, товары, обмен товарами, дружественность с народом. То есть вы считаете, что это правильно, что оно улучшит жизнь? Ну, а вот как именно обмен товарами? Ну, можете поподробнее говорить? Ну, экспорт, импорт товаров, у нас будут какие-то новые товары, мы можем свои реализовывать, пусть она экономно покупает большую. Ну, считаю, ну как, нужна ассоциация. Ну, какая ассоциация, в смысле чего? Чтоб туда ездить просто, смотреть? Нет, ну, ассоциация, соглашение с ассоциацией, это не безвизовый режим. Ну, безвизовый режим. Ну, я не знаю, вы знаете, даже я не знаю. Вряд ли голландцы. В основном они, значит, как они, кого они там поддерживали. В основном россиян и все. Потому что россияне, там, это, Петр Первый, там, вы знаете, как они у них уже в своем голове так уже стало быть здоров. Так что я не думаю, что они поддержат нас в этом время. А вот ваше мнение, зачем нам ассоциация? Вы знаете, ну, как вам сказать, зачем нам ассоциация? Наверное, чтобы у нас европейцами приняли. Вот это считали, да? А мы и так, в общем-то, я, например, считаю себя европейцем, считаю себя европейцем. Вообще для Украины это станет большим шагом, то есть для улучшения и политического, и социального какого-то уровня. И плюс, как с Голландией, вообще Евросоюз, то есть даст много возможностей также Украине подняться и улучшить свой уровень. Ну, в первую очередь. А возможности именно какие-то, ну, можете, примерности? Ну, конкретно возможности, я сейчас скажу. Спасибо вам большое. Вы мое личное мнение спрашиваете? Может, ее и не надо? Пусть Украина развивается своим путем. Чтобы она была самодостаточная. Зачем прям вот ассоциация с кем-то обязательно. Ну, так сложилось географически, что мы находимся как бы на таком. Ну, мы посередине. Ну, так давайте будем пользоваться этим географическим местом. Будем посередине. А Бог его знает. Сказал бы, да не знаю. Ну, а как вы считаете, ну, что надоаст? Да, может, к лучшему все будет. Может, к лучшему все будет. Спасибо. Не знаю я. Не могу на это ответить. Ну, сейчас много об этом говорят. Может, какие-то плюсы, минусы, вы можете. Чтобы наше життя стало краще. А как оно краще стало? Мы так сподіваємось, что будет меньше коррупции. Будет больше развития украинских предприятий. И больше инвестиций в Украину, в украинский бизнес. Нет, нет. Зачем украинцам нужна ассоциация с Евросоюзом? Ну, мы же хотели вообще на Майдане стоять, чтобы мы, в общем-то, вошли в Европейский Союз. К европейским ценностям. Мы хотели это. Вот поэтому мы хотели. А что это даст? Ну, что это даст, во-первых, мы приобщимся, действительно, к их культуре, к их порядкам. И вообще, я, например, за границу ездила. Не сравнись, вот этот мусор все у нас валяется, и там чистота. Ну, хотели бы, чтобы наши люди посмотрели и тоже стали так жить. И так вот себе вести на улицах, и бром, и парк. Спасибо. Мне не нужна. У меня виза пятилетняя. Поэтому... Ну, это же не безвизовый режим, это просто ассоциация, что она даст. Ну, я думаю, что хоть как-то ближе будет к Европе. Потому что уже та русская сторона уже всем надоела. А вот именно украинцам обычным что она даёт? Я думаю, повышится зарплата у людей. Потому что минимальная зарплата. Тут другое будет. Другие, как говорится, взгляды. И другая культура, между нами говорят. Вообще, я затрудняюсь сейчас сказать, зачем она нужна. Ну, ваше мнение сейчас много об этом говорят. Да, у меня сейчас свои сложные вопросы. Я ничего об этом не говорю. Мне себя бы спасти. Меня по-чёрному убирают с лица земли. Стирают с лица земли. Инвалида-патриота Украины. Ну, для развития как экономического страны, так и морально-этического. Потому что это обмен ценностями, обмен знаниями, опытом полученным, во-первых. А во-вторых, просто потому что система, которая существовала, она морально устарела и не вкладывается в рамки мышления наших граждан. Поэтому нужно что-то менять, но менять так, как нам предлагают наши соседи, мы кардинально не будем с восточной стороны. А так как ведут свою политику западные соседи, это более приемлемо, потому что есть возможности, шанс каждому развиваться индивидуально в меру того, сколько приложат усилий. Поэтому я считаю, что мы движемся на правильном пути, и это не за горами. Спасибо. Ассоциация, во-первых, Украина всегда была Европой. Нас втянули в эту Европу. То есть мы всегда были Европой, и хотим возвратиться там, где мы в коллекции всегда. А что это нам даст тут в плане жизни? В плане жизни? Ну, жизнь, по жизни надо на себя надеяться, во-первых. Ну, я думаю, что, по крайней мере, иные стандарты, совершенно подход к жизни совершенно иной. Я знаю, в Европе, у меня в Голландии знакомые живут. В Европе совершенно иной подход к жизни. Там ценность человека. Где мы живем, у нас ценность государства. А человек ничего не значит. То есть основная ценность – это ценность человека. Поэтому, я думаю, что это более важное всего. А вот основной приводится. У нас народ работящий там.